и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть от of contest и сегодня 25 число сентября конечно же я просто не знаю когда эту серию был уже но специально говорю дату чтобы вы знали когда это все дело снималось начался новый ивент кстати хорош натуре нажился новый ивент по зашел по сбору редких ресурсов а именно кристаллы все дела вот это вот и вся кроваво кристаллы все в таком духе вот сколько я их собрал собрал на удивление дофигища а вот и кстати эти места вполне неплохо а в мире я занимаю 108 вот тоже неплохо эрика кстати то благодаря ей я прошлый на прошлый ивент с убиванием кораблей прошел собственно что у нас здесь колизей колизей я стараюсь держаться более или менее плюс-минус и здесь у меня уже как видите все куплено кроме всякой ненужности а точнее менее нужности собственно все эти монетки я оставил специально для того чтобы купить самые артефакты почему на артефакты но потому что сейчас же ивент ресурсы редки а сейчас же ивент с редким ресурсами поэтому почему бы и нет и тут остается вопрос а что же лучше купить кристаллы или мифрил может кровавый кристалл мне точно не нужны с одной стороны кристаллы нужны будут для лучников а с другой стороны мифрил нужен для мечников и тут конечно спорный вопрос что лучше но кристалл так как у меня есть так что погнали куком мифрил купим мифрил мы конечно же не за деньги а за 3810 чертовых чертовых ресурсов а как видите дофигища я могу купить а именно 6700 мифрилом что собственно мы сейчас и сделаем я специально не тратил деньги ну вот это тоже по факту деньги на что-либо чтобы купить эти самые ресурсы и я смог бы здесь занимать какое-то более или менее приличное место но сами видите просто 15000 это неплохо и того мифрил у меня стало намного больше но как видите у меня еще остались видели может монетки и их я уже собственно и буду тратить на кристаллы так сказать по максимуму на что хватит 1800 монеток мне хватило ровно на 60 99 минус 39 до 60 я правильно с математики все на вас ровно на 60 ресурсов точнее покупок ресурсов и это вполне неплохо за оставшийся и невозможно я практически все остальное куплю но зайдя в королевство мы теперь уже занимаем 13 место и довольно таки неплохо от вас на 1000 ну 20 на 1000 и тут стоит подумать чем же можно еще набить на конечно же я сохранял специальные сундучки много сундучков затем не обменчить много реально очень много сундучков кстати обложку я не могу завязать так у меня нету героя елена но вот у меня эти самые сундучки есть это сундучки которые дает за на ивент к примеру то есть за получение всех точнее за выполнение задач по и винту и здесь мы получаем 30 200 ну то есть вполне не хилая такое количество ресурсов дальше это у нас дракоши вот тоже неплохо кстати руны мне пригодятся это за убийство дракоши здесь редко дают это олимпиада здесь мы сейчас можем медальончик получить на не факт что получим но можем да да нету и еще до конца открываем но самое главное я получаю ресурсы редкие ресурсы собственно не зря ждал мы и собственно вот это вот на все предметы за и вину вот это дают за полностью гильдию а вот это дают за личные заслуги а вот это давали за каждый убитый кораблик давайте начнем с малого что он даю здесь дофигища ресурсов это прекрасно видите или собственно не зря их не открывал более слабый о вершиной лэм чуть-чуть новенькая но как видите она мне не достала зато достал ресурсы и здесь лампу вечного пламя everflame лэмп там а было тоже здесь тоже шанс достать эту самую лапу но как видите я не достал но я достал опять-таки же ресурсов не зря не ожидал заходим за ресурсами и у меня конечно же уже 12 место потому что я обогнал и это логично да как бы ивент будет подходить к отцу меня понятно дело обгоня полтора дня это дофигища времени но я в двадцатке я думаю останусь она его и войска обратно забрал только на пустоту так что еще одну конечно да я все по максимуму ресурсы собирал тоже все соберем собирал отсюда судействие все собирал вот так там то есть специально оставлял и собирал их потом по максимуму собирал в городе не полноэкраны прикольно также красивее забыл я снимаю просто чисто рабочий стол и так намного лучше картинка получается я офигел когда увидел насколько лучше картинка получается честно не ожидал вот и забыл развернуть полноэкранку вот покупал здесь абсолютно все ресурсы есть сейчас зайду что-нибудь собрать то вы увидите что здесь у меня ничего нету а было дофигища и это пожалуй все конечно в лавке еще покупал здесь то есть вот тысячу там всяк по мелочи так далее но что касательно ивента это все вы знаете теперь как можно подготовить себя к и винту то есть реально сундуки можно сразу не открывать а подготовиться к и винту обязательно там будет ивента золото на дерево на редкие ресурсы на эликсир и в нем вы обязательно достанете то что нужно поэтому как бы в этом плане есть смысл сразу не покупал не открывать какая разница если вам не успех но как вы помните так сказать закончим с ивентом как вы помните я доставал фендрила и по закону подлости а то есть поставим сундуков мне назвал фендрила и по закону подлости конечно же появляется клео и мне теперь надо как-то открыть это проблема эта проблема так как 40 сундуков опять по новой открывать это это писос конечно же я не смогу полностью открыть точнее в это я и достану с двух трех сундуков но он я пытаюсь как видите пытаюсь но опять чем побольше характеристика откроем всяких разных все в таком виде жаль жаль что я не открою клео потому что я бы очень хотел ее открыть но когда-нибудь от случится реально я сейчас если в опять не введут нового героя до того момента как я смогу открыть клео кто я ее обязательно открою следующий 34 сундука это не так уж но как вы видите и что еще а ну и войска теперь у меня если я ставлю на второй комплект всем вот то войска у меня повысились даст до 9 было вот а фак я была 109 то за бабыня а погоди бабыня ты я знаю какая я опять забыл ему скил поменять нет конечно же забыл поменять скилл да и тебе соответственно тоже чувак как поменять вот и вот войска 109 все как положено фенриру я одел вот это это второй комплект и первый комплект это full set в целом в этом сайте кстати я не знаю если смысл когда леса таки но в этом сайте нет смыслом я считаю таки от дальней атаки совсем потому что все таки по моему он подходит на одинаковое расстояние от волков и собственно вот они все характеристики способности кстати не менял но я заметил одну тенденцию если стоит автобой автобой стоит у нас на арене то смотрите в чем загвоздка еще включу на защиту и покажу как он все где он у меня стоит фенрир у меня стоит здесь сбоку почему спросите вы именно там то есть я сделал такую расстановку мечи спереди все дела героя по краям дракон по центру почему фенрир стоит сбоку если в ты его ставишь вот куда-нибудь сюда то кстати у меня стоит защитным режиме так что его можно по факту хоть когда ставить но есть в бляха-муха есть фу поставить в нападающий режим то есть у тебя спереди и он прибежит атаковать то тут вы как раз таки столкнулись с проблемой то что может просто время то есть тусоваться тусоваться его войска не дадут пройти а и все короче попросам говоря бот автоматически фенрира то есть он первым скиллом юзы превращения волка я его вообще практически не юзы за крайне редким исключением когда фенрируем нужно похилять я совсем не вижу и волка но компьютер считает что волка нужно юзать сразу и поэтому он сразу же вы юзы и ну такой себе поэтому как бы есть смысл здесь его именно сбоку ставить такая вот маленькая загвоздка с фенриром как всегда я себе наконец-то эти провал дадут всю фигню хорошего давай хороша дадим войскам а сами сходим в пустоту глянем что там в целом пустота у меня вся пройдена ну как вся правильно пройдена она вся по трем локации и 4 локация тоже пройден довольно таки нехилом в чем загвоздка сейчас увидите кстати да еще по пустоте тоже есть смысл ходить такие вент так как вы получаете нехило количество ресурсов а также вы можете купить их здесь за определенную плату уж вполне себе неплохо почему бы как говорится и нет на погнали посмотрим что там нас ждет но обалдеть нагрудник славы аллилуйя и уже пытаюсь открыть наверно месяца полтора есть не больше нагрудник славы это классная штука сейчас они тоже вам расскажу здесь тоже ничего не суть в чем вы смотрите кстати сюда чтобы она не оброшалась она меня бесит суть в чем лук тундру пустыню я полностью прошел тылы здесь не пройден вот этот и как видите все последующие кроме вот этого и последних не пройдены все пройдены вот и дальше уже идут непройденные на перфект и это крайне тупо я не могу пройти странную первую область точнее первого врага за пятнадцать секунд не получается других получилось также за 15 секунд много где то что так получается идет не так и все не получается но сейчас медали дополнительные баска я даже не помню кого давали а копья коней ну давай посмотрим что в итоге у меня из этого получится и получится ли что-либо какую-то вот такую дебильного снова сделала не знаю поставил сюда копии подальше и к ним дракона подселил ну и посмотрим что в итоге из этого выйдет фенрир сразу же с касталют волков они побегут туда копия сданут их и дракончик уже будет подходить эти как обычно прыгла ну давай глянем в итоге что мы получим все по дефолту все как обычно мало каких изменений в моей атаке на этой локации где в льдом так как бьет массово и времечко не успевает есть просто я по времени не успеваю на уж здесь нужно арбалетчики ракановские тогда буду тащить чутка не судьба ну да и бог с ними погнали дальше и вот как видите после я просто бегу и собираю лотну за исключением вот этого видео как есть также 15 секунд то есть ну здесь кстати легче немного но давай проверим кое-что другое то что я достал от седова божественный артефакт и в 1 вот он он мать его нагрудник славы именно его мне не хватает для сета и плюс даст лидерство выносливости побольше получено способом вдохновением больше всего боевого духа союзных поиск вот поэтому как бы да нужно как-то его сострепить но у меня как видите ничего шинки нету кстати всяких хлам появилось много это наверно то что есть подземелья достала а точнее что там еще всякие сундуки пооткрывал забыл забыл но все равно там надо убер чё-то дофига этих рун поэтому не факт что я их достану кстати так и видите эпического оружия у меня поубавился всего поставил потому всего того что я не буду использовать уж точно ну просто по факту оставил как единичный экземпляр чего бы и нет 3750 всего клёво надо делать и теперь я могу уже собственно изготовить божественную броню а кстати земной скипитер я тоже достал прикольно 11 магия 9 защиты выносливость точнее прикольная штука не спорю но мне сейчас нужен другой мне нужен нагрудник славы так 35 силы ой 35 силы и выносливость юберты фига о ты канаешь создаем и получаем бах красный приезжали 88 должно быть 88 все правильно и тем самым мало того что получаем плюс к лидерству то есть вот 61 допустим да и сейчас резко встает становится 64 соответственно во втором комплекте мы тоже меняем здесь 5 всего лишь делаем 8 общая 79 так что это не себе вот и получить за получаем скилл получаем способность с вдохновением большое количество моего духа своим группу поиск вот это я сейчас хочу потестить давно хотел потестить кстати да благодаря этому ивенту где я собираю монетки сидела у меня все есть все блин все изучено и все открыто я реально всю карту мне пришлось очистить это безумие какое-то было кстати почему вы на вас и не потестить так он забила свои войска отлично и потестим бериона не давай потестим на каком-нибудь до чего он сочетал у начала войске как она вообще работает он чтобы было более наглядно просто сейчас подумаю вызову по войске и так далее делала не такой себе поэтому мы вызываем мечников двух бериона собственно и в бой вот появился у нас вдохновение тратит энергию ходьбы но а допустим тебе то есть он просто любому войску усиливает мораль классно то есть тебе нужно чтобы вот по левому флангу допустим проборились они сильнее им вот вы короче тащите и они тащат прикольно но тратит энергию хода конечно это жалко это жалко у пчелки ну да пофигу погнали уже к руинам о факт нифига мне тут бежать то сколько я не дофига среда вот копаясь по ивенту и вот собственно список того как мне эрика помогала убивать эти долбные корабли ну а по факту я помогал просто добить там практически полностью сосна силам вот и вот он показатель того где наша братство то есть я сам занял а братство занял шестое место а я занял еще какое-то место не помню не помню вот и собственно вот и получил предметы ты чё остановился козел беги сказал ох тышь и тяжкие колотяжки ты сам начинает что остановился кошмар кстати очень много вот этих вот ресурсов потратил там крайне дофига ну то здорово здорово что ними еще до сих пор остались запасе о-о-о-ох тышь нифига себе но давай посмотрим что мол что у нас в итоге с этим получится допустим мы ставим того самым видео на ставим фенрира и ставим пару мечей потому что это максимум что может быть так как фенрир он не устану точнее не ведет свой войска ну и собственно вот погнали кто нам нужен ну-ка допустим вы будете намного мощнее и усилить x надо было воскресить срочно так как продамажили продамажили конкретно я не хочу кого-то там лечить и так далее но все равно болен ненавижу эти башни неплохо неплохо и вот продолжаем все эти монетки собирать дофига на полу дни убежать ты нужны у 1 театр это конечно дофига к далеко это просто безумие в следующих выпусках если в ничего нового не появится то я хочу затронуть тематику смены расы вообще мне тут посоветовали чтобы не заморачиваться войскам и так далее ты всегда можешь получить о нефига себе действительного ну как раз так чтобы не заморачиваться смены войск к примеру чтобы у меня постоянно были допустим много-много золотых войск а то есть я же не могу до сделать их больше но есть маленькие хитрость ты создаешь мульт аккаунт и теперь это вполне реально создать то есть я создаю 2 2 аккаунт перевожу к себе да допустим в одно и то же братство и я могу сам себе занять войско и к примеру здесь мне основные войска а мой мульт аккаунт мне занимает допустим тех самых черепах и барбалетчиков чего бы и нет и тем самым у меня всегда будут офигенные войска куча золото и мало мало заморочек но я не хочу с одной стороны да звонушка прикольная и тут все в плане войска халявные все в таком духе это каша здорово но я не хочу прям углубляться в эту игру настолько сильно углубляться в эту игру потому что здесь многие люди играют просто с нескольких аккаунтов это мой болен чуваки учу больные что ли там конкретно жестоко прям не знаю обожать эту игру чтобы так играть но видать люди на это готовы тратить много времени хотя осталось совсем мало есть полторы тысячи всего лишь и я уже наконец-то получил 9 ранг и это будет просто офигенно всегда пришла сделать эту шапочку чтобы лидерство было побольше не знаю зачем я это делал как быстро но мне ничего не дало но я сделал я могу я сделал почему вот у тебя говно где-то не вот это давно где-то вот что за фигня и в натуре просто но такие вот пироги ну и в целом больше по моему рассказывать и ничего то есть рассказал по факту маленькую хитрость о том как можно получить большое количество ресурсов то есть когда золото то есть основные ресурсы вот эти и редкие ресурсы это вот это по факту они всегда работа одинаково то есть ты можешь накопить сундуков перед ивентом и два время ивента открыть и тем самым получить нехило такой boost ты можешь допустим как сейчас да есть идет ивент вообще без лишних заморочек то есть и себе накапливаешь монетки и пошел собственно эти все монетки тратить опаньки и вот я еще приобрел вот как бы в этом плане все довольно таки легко и просто хоть всем чередаю мечника и лучника потому что ну как бы лишь недальние тому же сами решат кто нужен если в нужен и и и пожалуй все да собственно здесь отменяем портреты здесь кстати можно менять те самые области то есть я могу на любую переключиться и очень много людей говорят про вот этот десятую область то что там типа о дофига там типа русских про говорят на игроков которые говорят на русском то есть здесь типа очень много русских и так далее короче там вы не знаю я в этом смысла не вижу но многие перебирались туда как бы это не моё что еще и пожалуй на этом все все четыре я уже сказал постараюсь попробовать зацепить уже смену раз и я хочу взять себе черепаху на черепаху серебряную потому что у меня это максимально чего хватит потому что золото у меня понятно по понятным причинам нету вот и собственно посмотреть насколько она будет круче чем бронзовая потом в дальнейшем конечно бы на лечебе переключиться и взять серебряных пауков тоже будет неплохо а потому что руки замедляйте если давид плевок атака рахнидов которая управляет русским войсками наносит урон только против а нет это короче похоже дело не замедляет а замедляет другие более мощные черепаха здесь работает 15 секунд и только удваивает здоровье увеличивают на 10 процентов серебряная она дает и атаку увеличивать на 10 процентов но уже на 20 секунд а золотая на короче атака здоровье и скорость атаки уже на 25 это уже дофигища вот собственно и все конечно да еще было бы неплохо взять бы танков от гномов да и в целом осадные боевые единицы гномов тоже было бы неплохо и все буду налегать на серебро так как золото я буду использовать мечи и луки опять-таки же почему если вы задаетесь этим вопросом это реально очень сильно задумывайтесь по этому поводу но задумываться слишком не нужно то есть вот максимальное здоровье урон у лучников плюс 19 процентов к примеру да то есть без лишних заморок а у вариона скилл мечников а мастерство мечников максимальные уроны и озн на 20 процентов больше у мечей поэтому они у меня все еще до сих пор стоит впереди ну и собственно воскресили воскресить мечников всегда проканает и соответственно меньше нужно воскрешать уж не говоря всяких сносов так далее так далее так далее было было среда опять-таки же с его новым скиллом и вот этим скиллом против пауков мне будет намного легче то есть соответственно вдохновение и все пошло воевать дела что касательно этих статуи и статуи короче статуи то у меня практически готова чтобы атаку и здоровье копейщиков увеличить на 15 процентов что вполне себе неплохо также у меня практически все на 3 сделаны и повышать силу выносливо всех героев разбойников силы и выносливость разбойников это есть что фенрир и мака для фенрира есть смысл это делать уж не говоря маком и сейчас догадывается замок у меня откроется еще один храм посмотрим что он даст вот и да я буду потом качать все таки вот этого чувака чтобы здоровье атаку гарнизонных войск это пол беды на плюс 5 на 30 процентов повышает скорость исследования этого я потом пригодится надеюсь вот такие вот народ дела испытание героев я периодически прохожу но они их делаются сложнее и сложнее с одной стороны интересно с другой стороны это больше заморочек устраивает ладно на этом уже конечно же все всем спасибо за просмотр и говорится все удачи всем пока всем счастливы добра всем пока